30 лет – средний возраст пожарных автомобилей в селах Ненецкого округа. Понятное дело, в такие преклонные годы техника то и дело выходит из строя. Сколько имущества, иногда и жизни можно было спасти, если бы автомобили работали исправно? Александра Литкова продолжит тему. Этот автомобиль прибыл в пожарную часть села Тельвиска 8 лет назад и практически сразу отказался работать. Да и пожарной машиной его можно назвать с трудом. На самом деле автомобиль на базе ЗИЛ-131 – авторазливочная станция 1984 года выпуска. Она уже пришла сломанная. Сюда пригнали, она сразу сломалась и уже начали разбирать на эту машину запчасти, потому что запчастей не хватает. Это не пожарная машина, она идет как авторазливочная станция. Они переделали в Архангельске под пожарную машину и отправили сюда. И у них неудобно, насос стоит там снизу, и он замерзает. Второй пожарный автомобиль в Тельвиске младше на пару лет. После периодических ремонтов с трудом, но все-таки работает. Что касается запчастей, то их действительно не хватает. Месяц назад отдельному посту села Тельвиска пришлось отдать двигатель от автомобиля коллегам из села Коткино. У них двигатель сломался на пожаре. Приехали, попросили, у нас в запасе лежал один двигатель. Приехали, забрали, увезли, не знаю, собрали, нет машины они. Единственному пожарному автомобилю в селе Коткино более 40 лет. Поэтому, если случаются пожары, то не всегда на технику можно рассчитывать. Машина постоянно нуждается в ремонте. Когда пожарные автомобили находятся на очередном ремонте, на помощь огнеборцам приходят мотопомпы. Они есть практически во всех селах. Там сделано прицепное устройство. Мы ее прицепляли к машине обычной, когда выезжали на тушение пожара. То есть она очень нас сильно выручала. Мотопомпа Гейзер. Но тоже она двигатель от автомобиля 2108. В общем, очень нас сильно выручала. На сегодняшний день на балансе отдельных пожарных постов в селах находятся 19 автомобилей, средний возраст которых 30 лет. Техника более молодого возраста, по словам главы телесочного сельсовета, в ближайшее время прибудет в село. У нас идет передача автомобиля «Урал» из округа от МЧС. Документы готовы. Ждем передачу автомобиля, когда упадут морозы, потому что сейчас его невозможно завести, на улице находится. Автомобиль не новый, бушный. Ну, посвежее, чем наши зелы. Автомобиль «Урал» с большей емкостью цистерны 2006 года выпуска. Огромную помощь в борьбе с пожарами оказывают и добровольные дружины. Сейчас они есть не во всех окружных селах. Одна из причин их отсутствия – недофинансирование. На ближайшие сессии собрания депутатов в марте планируется внести поправки в бюджет о выделении на текущий год 6 миллионов рублей для добровольных пожарных дружин округа. В бюджете 2021 года эта сумма ошибочно не была учтена. Это очень важный блок, да, так скажем, общественной организации, которую необходимо поддерживать. В этом году, вернее, в 2020 году, когда мы рассматривали бюджет на текущие и последующие годы, к нам обратились за помощью, в том числе и управление, говорило о том, что денег на сегодняшний день не хватало для реализации этой деятельности на местах. Поэтому мы поддержали, но сегодня, насколько я понимаю, все-таки там идет недофинансирование, необходимо разбираться. По словам Александра Чурсанова, сегодня округу нужно приобрести не менее 14 пожарных машин. Стоимость одной в арктическом исполнении – порядка 7 миллионов рублей. Впрочем, вместе с автомобилями нужно обновлять и материально-техническую базу в целом, в том числе теплые гаражные боксы. В том же Нельвином-Носе в прошедшие выходные дотла сгорел дом и магазин. Машина, которая уже 40 лет, попросту замерзла и не завелась. На сегодняшний день, да, это тот минимальный необходимый перечень автомобилей 14. Но мы понимаем, что помимо автомобиля, это и пожарные помпы, это и оборудование, это обмунирование бойцов непосредственно. Это, опять же, финансовые средства в рамках некоммерческой деятельности. Вот по добровольным пожарным дружинам – это оплата дежурств. Мы понимаем, что просто так эти бойцы, но они не будут выходить. Мы понимаем, что мы должны заинтересовать, в том числе и финансово. Сейчас в регионе готовится программа комплексного развития сельских территорий. В рабочую группу по разработке программы входят представители всех органов власти и профильных организаций, в том числе окружные депутаты. Парламентарии предлагают внести в проект программы развития села обновление пожарной техники.